Здравствуйте, Виктор Вячеславович! Мне кажется очень странным появление на экране сразу двойного интервью на российских экранах президента Казахстана Нарсултана Абишевича Назарбаева А перед этим его старшей дочери Доригины Зарбаевой, которая в прошлом не скрывала своих политических амбиций И в связи с этим мне хотелось бы, чтобы Вы прокомментировали это появление и может быть предложили бы свои версии этого появления Добрый день! Конечно, Ваш вопрос существенный И я думаю, что каждый казахстанец задает себе таким вопросом Почему вдруг на российском телевидении появилось два совершенно, с точки зрения простого обывателя, независимых друг от друга интервью Доригины Зарбаевой, дочери первого президента, и затем интервью самого президента Нарсултана Назарбаева Но я думаю, что это только так На первый взгляд кажется, что они совершенно не связаны друг с другом Я думаю, что здесь просматривается глубокая связь И хочется остановиться, конечно, на первом интервью, которое было проведено дочерью Доригой Назарбаевой на российском телевидении И тут явно прослеживается пиар-компания, которая, может быть, стартанула в настоящее время вновь Именно подготовка к политической деятельности Выдающейся политической деятельнице Доригины Зарбаевой Которая вынашивает, так сказать, большие амбиции Стать руководителем Казахстана Или, в худшем случае, стать руководителем одной из палат парламента Я лично усматриваю вот такой ход событий в появившемся интервью Виктор Ильич, это вообще довольно неожиданный разворот И Ваша оценка, она чрезвычайно интересна До последнего времени основным кандидатом на этот пост руководителя Тимура Кулебаева Который зять президента Назарбаева И который открыто политическим, в том числе, советником президента провозглашался таковым наследником Но последнее время он действительно ушел в тень И вот появляется Дорига То есть вы усматриваете в этом какую-то серьезную стратегию Или просто стечение обстоятельств? Сама история, так сказать, возникновения президентства в Казахстане И на первом этапе, когда президент, так сказать, был и демократом И уважаемым в Казахстане человеком На первое место все ставили как наследницу Доригу Назарбаеву И это было до 2001 года, когда политические амбиции Дориги Выписывались чуть ли не проведение заговора против первого президента республики Казахстан И в тот момент, вы помните, Назарбаев очень жестко отреагировал на эти процессы Сослал Читу Алиевых в ссылку в Европу Но вот тогда все-таки в основном двигателем этого всего Скажем, двигателем этой попытки Скорее всего воспринимался зять президента тоже Старший зять, я имею ввиду Рахат Алиев Вот, но никак не Дорига Я бы так не сказал Была чита Дорига и Рахат Но на первом месте стояла Дорига Это безусловно И я думаю, что кто мог думать обратно И тот просто не знает господина Назарбаева Назарбаев никогда власть из своей семьи никому не отдаст И любой, какой бы ни был великолепный зять Он никогда не будет преемником власти у Назарбаева Это было ясно и понятно В этот момент времени, когда они находились в Европе Вышел второй зять из клана Кулебаевых А амбиции клана Кулебаевых мы все очень хорошо знаем Старший Кулебаев всегда заявлял И очень откровенно говорил Что президентом Казахстана должен был быть я Но я уступил это Нурсултану Назарбаеву И вот эти амбиции, которые исходили от старшего Кулебаева И которые были, так сказать, подхвачены Тимуром Кулебаевым Но справедливости ради нужно будет сказать Что в тот период времени рядом с Назарбаевым Из числа членов семьи Человек, который получил хотя бы какое-то экономическое образование Был Тимур Кулебаев И в этот момент, когда необходимо было своего человека поставить на ключевые позиции Контролировать все, что сегодня добывает, перерабатывает, производит, экспортирует Казахстан С точки зрения углеводородов Вот здесь, конечно, Тимур Кулебаев выступил Лицом номер один И в этой ситуации Назарбаев Если мы видим Не дает ему первых позиций Он находится на вторых позициях в этих компаниях И контролирует все, что связано с деятельностью этих компаний Насколько мог в этой ситуации Насколько может доверять Нурсултан Абишевич своей старшей дочери Ну, Алексей, я хочу еще дальше посмотреть Возврат назад Семьи Алиевых Назначение на должность первого вице-министра иностранных дел Республики Казахстан Рахата Дарья уверенно создает партию АСАР И эта партия начинает конкурировать с партией власти Партия ОТАН И в этот момент времени Многие политические деятели Республики Казахстан Оказались как бы в раздвоенном состоянии Одно дело правящая партия ОТАН Партия президента И вдруг наступающая на ноги партия АСАР Что, конечно же, вызвал большой ажиотаж В казахстанском обществе Дарья делала все, чтобы Эта партия, используя авторитет президента Опираясь на губернаторов Акимов областей и городов Делала все, чтобы эта партия получила, так сказать, популярность И в дальнейшем президент просто еще раз дал поручение Разобраться с этой партией И дал команду слить партию АСАР с партией ОТАН Правящей партией И на этом политические амбиции Политической партии АСАР закончились Вместе с этим Разворачиваются другие события Которые принимает совершенно неожиданный оборот Как мы видим, Рахат находит захищение финансовых ресурсов Из семейного банка Нурбанк Разворачиваются события по привлечению к уголовной ответственности Руководителей банка Поскольку они вывели деньги из банка И вроде бы все шло к тому, что будут наказаны виновные по хищению денег из банка А президент вдруг принимает решение И как говорят знающие люди После двух встреч президента со своей старшей дочерью Видимо там как раз обсуждался вопрос дальнейшей судьбы Рахата И вдруг генеральный прокурор и министр внутренних дел Республики Казахстан Поворачивает это уголовное дело по отношению к Турбанку На 180 градусов в другую сторону Обвиняемым стал Рахат Который срочно вынужден был бежать из Казахстана То есть это была сознательная операция по вашему мнению По устранению старшего зятя фактически? Да конечно, я уверен и глубоко убежден в этом Что вот в этот момент времени И появился так называемый тандем Между папой президентом Казахстана И старшей дочерью Даригой Назарбаевой Это лишний раз подчеркивает Что здесь ничего спонтанного нет А все это продумано, все это закономерно Виктор Вячеславович, вы смотрели интервью Правильно я понимаю с Даригой Назарбаевой? На самом-то интервью оно очень короткое Там всего 10 или 15 минут Но оно откровенно показывает, так сказать, амбиции Дариги На то, что она сегодня является, так сказать, номер один в Казахстане И хотит себя преподнести таким вот образом Что она и певица, она и благодарительная деятельница Она и депутат парламента Она и политический деятель Республики Казахстан И помимо всего прочего На нее еще, так сказать, бременем висит то, что она является Дочерью первого президента Республики Казахстан Если посмотреть на лица, которые были на этом мероприятии, проводимом Даригой в Москве То мы видим там и Нарышкина Появление на этом мероприятии спикера палаты парламента России О многом составляет задуматься Первое, что приходит в голову А нет ли здесь определенной связи Что вот это мероприятие, которое прошло в России Затем трансформировалось практически на все пространство СНГ Значит, пиарным ходом, чтобы люди готовились к тому, что Дарига может быть спикером палаты парламента Республики Казахстан Какой палаты парламента? Ну, усматривается такой вопрос Который заставляет задуматься многих В соответствии с нашей Конституцией Кто может занимать место президента Если вдруг он слагает свои полномочия Или по разным причинам не в состоянии Так сказать, выполнять свои обязанности президента Казахстана То первым идет спикер Сената Затем, если спикер не может выполнять эти функции Спикер Мажелиса должен выполнять функции И исполнять обязанности президента И уж если спикер Мажелиса не может выполнять То затем эта обязанность возлагается Временно исполняющая обязанности президента Например, министр Республики Казахстан И вот здесь усматривается уже такой вопрос Если Дарига С учетом того, что она сегодня является депутатом Мажелиса Выходит на арену спикера Мажелиса То вполне вероятен такой ход, что В случае невозможности исполнять обязанности Но султаном Назарбаевым Назначается исполняющим обязанности Дарига Назарбаева Спикер Мажелиса При определенных обстоятельствах Которые элементарно просто делаются Мы прекрасно понимаем, как эти Компании проводятся И вот сегодня у меня вдруг После того, как я еще раз посмотрел Все средства массовой информации Вдруг появился такой еще Неожиданный ход Я впервые о нем скажу вам Что рассматривается вопрос А будет ли парламент у Евразийского Союза? И кто возглавит этот парламент Евразийского Союза? Можно посмотреть уже и через эту призму Да, как раз Нарышкин же, по-моему, провозгласил Необходимость создания такого парламента Насколько я помню, он говорил Да, Нарышкин сказал об этом И сегодня об этом очень уверенно заговорили Политические деятели Российской Федерации И это вопрос уже, я считаю, только времени Поэтому Вопросы, связанные с политическим пиаром Дариги Назарбаева и Насултана Назарбаева Двумя этими интервью Это, конечно же, реальность Действительно реальность От этого не уйти И в дальнейшем Дарига говорит, что она провела столько много концертов Что за ее плечами такая глубоко содержательная жизнь Что эта жизнь ее уже тянет сегодня на фильм Который может быть одним из выдающихся событий в культурной жизни Не только Казахстана Но и всего пространства СНГ Так претендует, по крайней мере, Дарига Назарбаева А насколько эти претензии обоснованы? Вот вы как человек, который ее слушал, видел, знает лично Алексей, я могу сказать одно Что все эти концерты, которые проходили С самого первого публичного концерта Дариги Назарбаевой В Алма-Ате Он проходил в одном из лучших концертных залов города Алма-Аты Туда были приглашены Я бы сказал, принудительно Весь цвет общества Алма-Аты В том числе и я с Лейлой был на этом концерте И когда Дарига Назарбаева Исполняла песни А на вторых ролях была заслуженная артистка Казахстана и Китая В дальнейшем приглашенная В оперу Парижа То это вызывало, конечно, глубочайшее разочарование То есть даже первый концерт, который проходил в Алма-Ате А затем в спешном порядке Дарига Назарбаева Со своими, как она сказала, членами фан-клуба ее Организовывали ее концерт в Большом театре Города Москвы Который прошел в маленьком камерном зале Который специально приготовили, очистили, помыли И побелили как раз члены фан-клуба Даригы И она там в этом зале исполняла свои, так сказать, песни Совершенно случайно встретили там группу специалистов Которые приехали в Париж на концерт Дариги Назарбаевой В концертный зал города Парижа Так громко звучит Но на чартерных самолетах прилетели люди из Казахстана Которые были достопочтенными слушателями, зрителями В этом концертном зале города Парижа И приезжаем в Женеву И вдруг узнаем, что в Женеве Дарига Назарбаева Тоже дает концерт И куда приглашены Были по списку Представители компаний, руководители компаний Которые могли прийти на этот концерт Когда состоялся концерт То вновь 75% зрителей были представители Казахстана Которые прилетели вместе с Даригой Назарбаевой И заполнили ряды слушателей В концертном зале уже в городе Женеве То есть всю свою аудиторию Дарига Назарбаева Возит с собой И они создают эффект Великолепно проходимых концертов В тех или иных регионах В тех или иных городах И концертных залах Но не будем лукавить Никто никогда на концерты Дариги Назарбаевой Не продавал билеты А обязывали руководителей Компаний промышленных предприятий Давать дополнительные финансовые ресурсы Для выпуска рекламных, так сказать, дисков Составления программ и так далее Организации проведения этих концертов И если что-то может быть с барского стола и оставалось Что можно было передать ветеранам войны После концертов, проводимых Даригой Может что-то и переводилось Но я работая почти 8 лет в Алма-Аты Не помню, чтобы хоть одна тысяча тенге Поступала на счет городского ветерана Комитета ветеранов войны и труда Я хочу сказать, что Вот это понятие боготворительности И само действие Дарига Назарбаева Вспоминала только тогда Когда необходимо Каким-то образом обосновать Те свои сольные концерты Которые она организовывала и давала И она их проводила Через призму благотворительности А как таковой благотворительности Она не оказывала И не оказывает до сих пор никому То есть мы на самом деле Имеем место быть с пропагандистской деятельностью Скорее, чем с благотворительностью И с концертной деятельностью Правильно я понимаю? Это действительно пропагандистская деятельность Однозначно Виктор Вячеславович, вот сразу практически за интервью Дариге Назарбаевой последовало интервью собственной самого Илбасы, президента Казахстана Нарсултана Абишевича Назарбаева. Есть какая-то своя причина у этого интервью, за исключением, конечно, той идеи, которую мы уже обсудили, о том, что поддержать свою старшую дочь в каких-то политических претензиях? Если коротко высказать в своем режиме, то много возникает вопросов. А зачем, почему и для чего появилось такое интервью, я бы сказал, не совсем или совсем не подготовленное интервью. Есть кризис власти в Казахстане, который обусловлен первым возможным ухудшением состояния здоровья Назарбаева, изменением политической ситуации, которую он чувствует, созданием определенных условий для появления нового тандема Назарбаева, для того, чтобы можно было передать власть, назначить преемника или преемницу власти, правильно будет сказано, и создать для этого все необходимые условия, заручившись поддержкой и Российской Федерации. Второе, что просматривается в этом интервью, это страх Назарбаева перед тем, что может произойти в Казахстане, наподобие арабской весны. Ну и самое главное, это страх потерять власть, которую он выстраивал в течение более 20 лет. Я считаю, вот это является главными причинами появления интервью президента Республики Казахстан на российском телевидении.